Приветствую вас и прежде чем говорить о том, стоит ли вашему ребенку знать о заболевании, которые у вас обнаружили, прежде чем говорить подобные вещи, мне бы хотелось вам прояснить одну важную деталь. Эта деталь, она связана во многом с тем, как ребенок относится к вам, и какие у вас с ним отношения. Это первый и самый важный вариант. Итак, если у вас с ребенком хорошие отношения, если у вас с ребенком такие, знаете, доверительные отношения, то, конечно же, ему стоит знать правду. Но какую правду и как? Знаете, у мальчика сейчас период подростковый. И этот подростковый период, он включает в себя и обязательное наличие доверия со стороны родителей, ну, по отношению к ребенку. И, возможно, сейчас мальчику уже пора, ну, скажем так, входить в этот вопрос в свою жизнь. Потому что если он узнает это не от вас, если он узнает это от кого-то другого, то он перестанет вам верить. Он обидится на вас за то, что вы не доверяете ему, за то, что вы вскрыли от него правду, за то, что вы посчитали, что ему знать необязательно то, что на самом-то деле очень и очень важно. Но, с другой стороны, вы сказали, что ребенок эмоциональный. В зависимости от того, насколько эмоциональный ребенок, можно говорить о том, значит, как лучше подать ему информацию. Как лучше представить, предоставить, точнее, ее ему. Если ребенок лучше воспринимает какие-то вот, ну, такие серьезные вещи постепенно, то надо постепенно его к этому подводить. То есть, заводить отдаленно разговоры на соответствующую тему и так далее. Если ребенок наоборот, лучше воспринимаем, когда говорят сразу все, как есть, и с точки зрения психологии, лучше говорить сразу наиболее ясно, как можно более четко и, значит, чтобы не отдавалось никаких двусмысленностей, то тогда лучше сказать именно так. Но самое лучшее, что вы можете сделать, по моему мнению, это сказать мальчику о том, вот примерно так, дорогой или любимый сын, я серьезно болел, я серьезно больна, например, или болел, но лучше будет, если вы скажете, что вы больна, то есть не только болели, потому что ребенок может спросить у вас о том, почему вы, ну, не сказали раньше об этом, вот. Вот, ага, я серьезно больна, но ничего страшного, я лечусь активно, и, в общем, я посчитал, что тебе пора это знать. Понимаете, ребенок в 10 лет все равно не будет вникать в тонкости вашего заболевания. И говорить о том, что оно опасно, что вы можете умереть, тоже не стоит. По крайней мере, сразу. То есть основная мысль, основная идея, это то, что вы больны. И об этом мы на ребенку будем сказать, что вы больны. Потому что он и сам, наверное, подозревает нелабую. Ну, вот, важно выбрать форму, которую вы, как бы, подберете для этого сообщения. Дальше. Вы пишите, что вы боитесь. Хорошо. Боитесь. А чего вы боитесь? То, что у вас ребенок эмоциональный, ну, вы знаете, даже не очень эмоциональный ребенок, подобную новость, он, наверное, воспримет очень негативно. Потому что, ну, вы же его мама. И вы, наверное, понимаете, что раз вы его мама, то он вас любит. И он, естественно, будет очень горевать. Но, по крайней мере, он будет знать. Он не будет жить невидимой. А если вы боитесь чего-то особенного, то есть, вот, мальчик, например, очень плохо переносит, у него ухудшается здоровье, что-то еще. Если нет противопоказаний к новостям подобного рода, то говорить нужно. А если противопоказания есть, тогда нужно сперва изучить эти самые противопоказания. И даже в этом случае ввести ребенка хотя бы в курс дела. То есть, что это значит? Вот, что значит ввести ребенка в курс дела? Это значит, что вы можете сказать ему о том, допустим, что у вас есть серьезное, ну, знаете как, у вас есть некоторые, некоторые проблемы с здоровьем. Вот пусть он есть на него. То есть, противопоказания к новостям подобного типа, вы просто-напросто ставите ему по факту, да, по факту, что у меня есть, противопоказания, у меня есть проблемы с здоровьем, и я сейчас занимаюсь тем, что лечусь. Соответственно, соответственно, вы таким образом на вопрос ребенка, серьезно ли это, будете говорить, что нет, не серьезно. На вопрос ребенка о том, случится ли что с вами, вы также будете говорить, что нет, ничего не случится с вами, с вами все будет хорошо. Просто вы ставите малыша в известность, и все. А то все, у вас сейчас некоторые трудности, понимаете? Это если есть противопоказания. Но, если вы им не скажете вообще ничего, то ребенок, благодаря своей детской интуиции, будет чувствовать, что что-то происходит, что-то плохое, что-то явно нехорошее. Но что, он понять не смотрит. Из-за этого будет развиваться тревожность. Из-за этого будет развиваться, ну, может быть, там, нервное состояние. Будет больше нервничество. Отсюда больше эмоциональных всплесков, тех самых, которых вы боитесь. И, в итоге, получается, что вы тем, что боитесь, ему вредите. Вредите мальчику. А хотелось бы вас немножечко отдельно спросить о том, вот все-таки чего вы боитесь. То есть, вы написали просто, да вы со мной боитесь. А чего вы боитесь? Эмоциональный ребенок, это хорошо. Я, например, вот видел детей, и они, как мне кажется, слишком безэмоциональны. Ну, вот некоторые, которых я вижу. Ребенок и должен быть эмоциональным, потому что он только познает мир. И, к сожалению, то, что он познает, далеко не всегда является хорошим и позитивным. И вы, как мальчик, хотите оградить его от всего дурного, я понимаю. Но это не всегда возможно. Не всегда возможно оградить малыша от всего дурного, что есть в жизни, к сожалению. Поэтому, думаю, что на ваш вопрос можно ответить так. Так, избегая давать советов, мне хочется сказать, что раз тема вот какого рода у вас всплыла, значит, вы, наверное, сами хотите сказать. И вы понимаете, что надо сказать. Но боитесь, потому что ребенок эмоциональный. Соответственно, определяем для себя, какого рода эта эмоциональность, и в зависимости от ее природы, от особенности ребенка, выбираем форму для того, чтобы сказать. Если эмоциональность естественная, в пределах нормы, то говорим все, как есть, не вдаваясь в подробности. То есть, особо не углубляясь вот в эти тонкости, там, в нюансы, их последствия и так далее. Если эмоциональность не нормальна, аномальна, то, соответственно, форму выбираем немножечко полегче, попроще, по, так сказать, более щадящему режиму. И все, и все. И я думаю, что так вот нужно вам и поступить. Ну, а о минусах неведения я вам тоже сказал. Решать, в принципе, вам, если вы никак не испытываете влияния на свое поведение от диагноза и от болезни, если вы можете полноценно воспитывать ребенка, и если он не задает вопросов относительно того, например, где моя мама, когда вы на операции, то это можно даже подумать о том, чтобы не говорить. То есть, если у ребенка не будет никакие доказательства, если вы точно уверены, что со всем справились, то можно вообще ничего не говорить. Сказать о том, что вы были больны какое-то время на дарность. Я с вами уже все хорошо. И это будет такая вот правда, полуправда, честность, и, в общем-то, это позволит вам убить сразу двух зайцев. Но, как вам говорить и говорить или нет, решать, конечно, только вам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok